Вильгельм Буш Вильгельм Буш Оба к берегу плывут, вылезают из реки, а в руках у них щенки. Петер крикнул «Это мой!» Пауль крикнул «Это мой!» Ты будь плихом, ты будь плюхом, а теперь бежим домой. Пауль, Петер, Плих и Плюх мчатся к дому во везду. Папа Фитих рядом с мамой, мама Фитих рядом с папой. На скамеечке сидят, вдаль задумчиво глядят. Вдруг мальчишки прибежали и со смехом закричали «Познакомьтесь, Плюх и Плих, мы спасли от смерти их!» «Это что еще за шутки?» — грозно крикнул папа Фитих. Мама, взяв его за руки, говорит «Не надо бить их!» И к столу детей ведет. Плих и Плюх бегут вперед. Что такое? Что такое? Где похлебка? Где жаркое? Две собаки, Плюх и Плих, съели все за четверых. Каспар Шлих, куря табак, увидал своих собак. «Ну!» — воскликнул Каспар Шлих. Я избавился от них, бросил в речку их на дно, и теперь мне все равно. Ночь, луна, не дует ветер, на кустах не дрогнет лист. Спят в кроватках Паули Петер, слышен только храп и свист. Плих и Плюх сидели тихо, но, услышав свист и храп, стали вдруг чесаться лихо с громким стуком задних лап. Почесав зубами спины и взглянув с тоской вокруг, на кровати под периной Плих и Плюх полезли вдруг. Тут проснулись оба брата, и собак прогнали прочь. На полу сидят щенята. «Ах, как долго длится ночь! Скучно без толку слоняться им по комнате опять. Надо чем-нибудь заняться, чтобы время скоротать». Плих штаны и зубами тянет. Плюх играет сапогом. Вот и солнце скоро встанет. Посветлело все кругом. «Это что еще за шутки?» — утром крикнул папа Фитих. Мама, взяв его за руки, говорит, не надо бить их. Будь хорошим, не сердись. Лучше завтракать садись. Светит солнце, дует ветер. А в саду среди травы Встали рядом Паули Петер. Плюбуйтесь, как а вы. Грустно воют Плюх и Плих. Не пускают цепи их. Плих и Плюх в собачьей будке Арестованы на сутки. Каспар Шлих, куря табак, Увидал своих собак. «Ну!» — воскликнул Каспар Шлих. Я избавился от них. Бросил в речку их на дно, А теперь мне все равно. Мышку серую плутовку Заманили в мышевовку. «Эй, собаки!» — Плюх и Плих! Вот вам завтрак на двоих. Мчатся псы и лают звонко, Ловят быстрого мышонка. А мышонок не сдается, Прямо к Паулю несется. По ноге его полез, И в штанах его исчез. Ищут мышку Плюх и Плих. Мышка прячется от них. Вдруг завыл от боли пес, Мышь вцепилась Плюху в нос. Плих на помощь подбегает, А мышонок прыг назад, Плиха за ухо хватает И к соседке мчится в сад. А за мышкой во весь дух Мчатся слоем Плих и Плюх. Мышь бежит, за ней собаки, Не уйти ей от собак. На пути левкой, маки, георгины и табака. Псы рычат и громко воют, И ногами землю роют, И носами клумбу роют, И рычат и громко воют. В это время Паулина, Чтобы кухню осветить, В лампу кружку керосина Собиралась перелить. Вдруг в окошко поглядела И от страха побледнела. Задрожала, закричала. Прочь, скоты! Все погибло, все пропало! Ах, цветы мои, цветы! Гибнет роза, гибнет мак, Резида и георгин. Паулина на собак выливает керосин. Керосин противный, жгучий, Очень едкий и вонючий. Воют жалобно собаки, Чешут спины и бока, Топчут розы, топчут маки, Топчут грядки табака. Громко взвизгнула соседка И печально крикнув, У-у-у! Как надломленная ветка Повалилась на траву. Каспар шлих, куря табак, Увидал своих собак И воскликнул Каспар шлих. Я избавился от них! Я их выбросил давно, И теперь мне все равно! Снова в будке плюх и плих. Всякий скажет вам про них. Вот друзья, так уж друзья, Лучше выдумать нельзя. Но известно, что собаки Не умеют жить без драки. Вот в саду под старым дубом Разодрались плих и плюх И помчались друг за другом Прямо к дому вовы сдух. В это время мама фитих На плите пекла блины. До обеда покормить их Просят маму шулуны. Вдруг из двери мимо них Мчатся с лаем плюх и плих. Драться в кухне мало места. Табурет, горшок и тесто И кастрюля с молоком Полетели кувырком. Пауль кнутиком взмахнул. Плихо кнутиком стегнул. Петер крикнул. Ты чего обижаешь моего? Чем собака виновата? И кнутом ударил брата. Пауль тоже рассердился. Быстро к брату подскочил. Волоса его вцепился И на землю повалил. Тут примчался папа фитих С длинной палкой в руках. Ну теперь я буду бить их Закричал он в попыхах. Да, промолвил Каспар шлих. Я давно побил бы их. Я побил бы их давно. Мне-то, впрочем, все равно. Папа фитих на ходу. Вдруг схватил сковороду. И нашлихо, блин горячий, Нахлобучил на ходу. Ну, воскликнул Каспар шлих. Пострадал и я от них. Даже трубка и табак Пострадали от собак. Очень-очень-очень-очень-очень Папа фитих озабочил. Что мне делать, говорит? Голова моя горит. Петер, дерзкий мальчуган, Пауль, страшный грубиян. Я пошлю мальчишек в школу. Пусть их учит Бакельман. Бакельман учил мальчишек. Палкой по столу стучал. Бакельман ругал мальчишек И как лев на них рычал. Если кто не знал урока, Не умел спрягать глагол, Бакельман того жестоко Тонкой розгой упорол. Впрочем, это очень мало Или совсем не помогало, Потому что от битья Умным сделаться нельзя. Кончив школу кое-как, Стали оба мальчугам Обучать своих собак Всем наукам Бакельмана. Били, 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 Били палками собак, А собаки громко выли, Но не слушались никак. Нет, подумали друзья, Так собак учить нельзя. Палкой делу не помочь, Мы бросаем палки прочь. И собаки в самом деле Поумнели в две недели. Англичанин, мистер Хобб, Смотрит длинный телескоп. Видит горы и леса, Облака и небеса, Но не видит ничего, Что под носом у него. Вдруг о камень он споткнулся, Прямо в речку окунулся. Шел с прогулки папа фитих, Слышит крики. Караул! Эй, сказал он, посмотрите, Кто-то в речке утонул. Плих и плюх помчались сразу, Громко лая и визжа. Видят, кто-то долговязый, Лезет на берег дрожа. Где мой шлем и телескоп? Восклицает мистер Хобб. И тот час же плих и плюх По команде в воду. Бух! Не прошло и двух минут Оба к берегу плывут. Вот мой шлем и телескоп, Громко крикнул мистер Хобб. И прибавил. Это ловко! Вот что значит дрессировка. Я таких собак люблю. Я сейчас же их куплю. За собачек сто рублей Получите поскорее. О! Воскрикнул папа Фиттих. Разрешите получить их? До свидания! До свидания! До свидания, плих и плюх! Говорили Пол и Петер, Обнимая крепко их. Вот на этом самом месте Мы спасли когда-то вас. Целый год мы жили вместе. Ну, расстанемся сейчас. Каспар Шлих, куря табак, Увидал своих собак. Ну и ну! Воскликнул он. Это сон или не сон? В самом деле, как же так? Сто рублей за двух собак. Мог бы я стать богачом, А остался ни при чем. Каспар Шлих ногой утопнул, Чубуком о землю хлопнул. Каспар Шлих рукой махнул. Бух! И в речке утонул. Трубка старая дымится, Дымооблако клубится, Трубка гаснет наконец. Вот и повести. Канец. Канец. Субтитры создавал DimaTorzok